Короче, мне перезвонили с Ростелекома, там неправильно что-то сформировали заявку. Мастер сегодня не придет, там неправильно слово сказали, если это как сказали, то совсем другое. Ладно, мне не важно. Дело в том, что я не могу найти пульт от этого телевизора, а без пульта, я уточнила у мастера, что-то можно сделать, а по звуку что-то будет сложности. Найду пульт, разберусь, разгребусь спокойно, вызову мастера и пускай делает, что надо. И Дуняшка уже написала сообщение, едет ко мне. Слушайте, Дуняшка едет, а я ищу кошку, не могу найти, обычно она на кровати спала или на кухне. Нету кошки, кошка пропала. Думаю, что случилось, может быть выбежала. Я знаю, что кошки прекрасно прячутся в самые укромные места. Захожу в комнату, начинаю кыскать какое-то движение перед глазами. И гляньте, где это движение. Вот оно, это движение. Она подняла голову, на меня посмотрела. Лена, мол, я тут. И брык дальше спать. Ну что ты за чудо такое чудесное? Рядом с иконками, да? Тебе тут спокойно, хорошо? Ну, спи, моя деточка. Тут обогреватель, кстати, и тут тепло. От обогревателя идет вверх тепло, и этот уголок, он прям теплый-теплый. И она нашла себе теплое местечко, умная косточка. Если будешь тут спать, я тебе что-нибудь сюда постелю, иконки уберу. Симпатичный, да подожди. Псих-псих-псих, ты, Саня, я тебе говорю, псих такой. Как они такие вообще, просто острые, как эти. Лена, в Карелле уже ехала. А мне Мишка не дает. Я говорю, хватит, я устала рубить. Лена ехала. Мишка, дай я там еще вам пакетик положила, чтобы забери ясненько. О, сколько рыбы, моя пакетик. Папитенька. Ладно, я уходи, не положу, она будет храниться. Няха, дуй, няха, дай хоть. Она, и ты мне поднимешь. Чтобы чистить хорошо, да, но вот тут. Снизу вверху не мешало. Это твой зверь, это чтобы я привыкала к этому, как салотлю, да? Такой классный, Моксик у нас. Единственное, я что-то думала, что он у нас дома будет. А, что-то... Нельзя дома. Да, ну, привезла Амбара, тебе его везти. Конечно, Саша, каждый день кормить его, это... Ну, классно, он вообще бомбический, главное, чтобы она его не сожрала. Он там закрывается. Так закрывается. Ну, я думаю, ей неудобно перед работой и после работы. Нет, конечно, каждый день. Лови, лови зверя. Лови зверя, Саша охотится. Ну, она доволись, Петя, или под дорогу. Куда она пошла? Сюда доволись. Зверя, не обогревайся. Куда ты? Куда, зверя, ты? А, вот. Лови, лови. Николас. Так что мастер сказал? Потом еще надо одну заявку делать. О, пица. Такая прикольная, ладно. Ну, подружитесь, подружитесь, подружитесь с малявкой. Да, подружитесь. Ну, что, принюхивайся, дружи с Дуней. Скоро приедет собака, будет тоже пахнуть Дуней. Или Дуня собакой. Тимасенька, Тимасенька, тебе надо что-то здесь постелить. Тихолюсенька, говорят. Типлекосенька. Да, вот эта черная под глазиком, это у нее не закисает. Это у нее так шерстка. Да, это ну матистый глаз у нас. Это шерстка так растет, да? Лиска. Ню. По ее ангельским глазкам, которые внутри психически нездоровые. Ангельские глазки? Это у нее ангельские глазки? Это у нее? У нее морда маленькая. Морда хари. Морда красивенькая. Так, нет, на стол нельзя. Да, она сейчас везде, она и на стул лезет, она не понимает, что это, ну как бы нельзя. Мы ее тоже ругаем. Ты что на меня орешь? Я что тебе сделала в первые же минуты пребывания здесь? Лис, ты что? Лиска. Я тебе ничего не сделала, а ты на меня орешь. А что я что? Отвлекательный манер. Пока мы тут нос к носу, Лиса уже на столе. Так, Лиса, у меня для тебя будут воспитательные меры. На стол нельзя. Я косточку лимона посадить хочу. На днях. Слушай, а я видела, у меня вырастают какие-то. Вырастают. Так, знаешь, что на днях косточку лимона? Мне еще за лимоном твоим ухаживать, да? И приедешь, потом сажай свои лимоны. Сажает она мне лимонов. Ты что? Я, короче, просто посмеялась, и она так отпрыгнула. Так, Аксолотли сколько раз в день кормите? Ну, не каждый день, через день. Через день. А что больше всего любят? Мотыли не любят. Ну, мы купили там новый корм ему. Ну, там всякие, знаешь, ну, штуки кормительные для Аксолотли, только разные кубики. Они ему вообще никак не доходят. Это просто что ебать, подожди. А ты с детства поля, да, сказать человеку? Все. О, эта еда, как бы я ему не даю, она просто даже растворяется, и ее засасывает фильтр. То есть она ее вообще ни в какую не ест. А вот мотыли, он просто сразу же еет, даже если холодно. А креветки? Креветки тоже есть. Я таких маленьких вообще не видела котиков. Я таких маленьких не видела. Не, как и раньше не видела. Сейчас я его видела с рождения. С одного дня я ее видела. С первого дня жизни я ее видела. Я ее знаю всю ее жизнь. Как бы это странно не звучало. Ну, я знаю всю ее жизнь. Мои родители, в принципе, тоже мою всю жизнь знают. Не всю, но всю. Не всю, но всю? Нет, они мою жню все не знают. Ну, я имею в виду всю. Не грызи провода, она грызет их, Лена. Сейчас, возьму, Куда. Что, оно холодное или уж есть холодное? Не проливай. Ты такой пузатый. Проливай. Ну, оно холодное. Хоть каплю видишь. Коль, греть или холодное будешь? Будь здорова. Точно. У меня аллергия на кошек нет. Не ори на меня. У кошек аллергия на людей. Прикинь, такое было бы. Смотри, как она у меня сидит. Ну, Лисочка сидит у Дуния. Ага, вот как только ты это сказала. Лисочка сидит у Дуния. Скажи, где я сижу? Зачем я сижу? Почему я сижу? Да ты такая корюшенькая. Корюшенькая собачка. Собачка. Кошечка. Вообще такая, ну, крохотная. Не ори на меня. Крохотный псих. Маленький псих. У нас, короче, помню, у Дениса, у папиного друга, только накидайся на лицо. Я кошек боюсь, только поэтому. Она знаешь, что? Она на лицо не кидается, я тебя переблю. Она мне может лапу вот так взять и вот так ударить. Типа я на нее смотрю, у меня лапы так тюм. Типа, что смотришь там. Ты такой хороший. Ну, просто я говорила. Ну, что там с Денисом? А, короче, у них есть такая коршка. Короче, она выросла именно, как будто она вяленая такая. Я не помню, не отправляла, как мне отправляла. В смысле вяленая? Ну, как будто ее связали, живой комочек. А, вяленая, я поняла. Да, вязаная. Ну, валяют иголки-то. Да, она правда вот такая вот. Она меня уже лапой бьет. Ну, ты наглая вообще. Все, уже привыклась. Ага. И убежала к хозяину. Вяленая треска. Прошла просить еду. Кстати, я узнала то, что моя фиалка цветет, которая у меня. Или нам чуть-чуть нам будет есть. Мяк. Еще я тут узнала, в чем плюсы кошек. Давайте расскажу. Расскажи. Ага. Ну, не присядь мне это уже. Ответ есть на хиаклуб.ру. Читаю. Кошка стремится завоевать внимание домочадцев своим поведением. Понятно. Плюсы кошки. Любит чистоту и быстрее приучается к ладке. Запах испражнений слабее, чем у кота. Обожает ласку и поглаживание. Похладистый характер. Будет слушаться хозяина, чтобы его не обидеть. Это не по-друге. Лучше ловит мышей. Подвижно. Умеет сидеть в засаде. Хотите узнать особенности поведения кошек? Давай. Поведение кошки включает в себя язык тела, привычки устранения, агрессию, игру, общение, охоту, уход, маркировку мочи и трение лица. Она различается у разных особей, колоний и пород. Коммуникативность и общительность могут сильно различаться у разных кошек. Где она? Ау. Как ты, мягкая кошка? Мяу, 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 мяу. Я знаю, что мяу. Я знаю, что мяу. Я знаю, я знаю. Я знаю, моя хорошая, не трогай мою мышку. Алиса, как прекратить икоту? Нашла ответ на инвитро.ру. Слушайте, способов прекращения кратковременной икоты у взрослого человека достаточно много. Однако каждому помогает свой подход. Несколько глотков воды, задержка дыхания, наклоны вперед и тому подобное, если икота возникает у младенца, рекомендуется придать ему вертикальное положение, что поможет сожжать лишнюю еду вместе с воздухом. Если причиной кратковременной икоты служит переохлаждение, лучший способ прекратить ее... Алиса, стоп! Алиса, как долговременную икоту прекратить? На медцентр ДианаСПБ.ру есть такой ответ. Этот метод сработает, если упражнение повторять несколько раз и таким образом выпить достаточно икорической воды. Помните, что вода не может быть не холодной, а не горячей, потому что это может усугубить икоту, вместо того, чтобы прекратить. Хотите узнать, как удалить икоту? Да. Тунская кошка очень меньше. Есть ряд физических методов, позволяющих избавиться от икоты. Задержка дыхания, проба вальсальвы, дыхание в пакет полосканий горла ледяной водой, глотание ложки сахара песка или кусочка черстого хлеба, стимуляция язычка, съесть дольку лимона, вдыхание аммиачных паров, нажатие на глазные яблоки, приведение ног, согнутых в коленях. А, опять сон клонит. Лисонька, ты сочипаешь у дуняхи на руках, да? Да. О, куя чихает, ты здоров. Все, спим, да? Нет, это чудо, что она у тебя на руках прям засыпает. Да, это вот она спать хочет, на капризничьем. Ну, спи, 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 Дунья, тебя понянчик, понянчик. Ну, у тебя как ребенок, спать хочет, мякает, кушать хочет, мякает, в туалет сходит, мякает, хочет в туалет, мякает. У нее все вот чрезмяк. И каждый раз у нее разная как интонация, мяканье. Не, она спачет, завалится, да, Лиска? Ну, так и будешь сидеть долго, пока она долго спит. А что, телефон есть? А ты зарядку брала? Да, 51%! А это кто у тебя на телефоне? Конечно. Рыжая какая-то, с солнышком. Рыжая. Смотри, кошка, рыжая в меня, такого цвета в тебя, ты посветлее. Ну, не черная, ты такая вот, а белая в колю седаешь. Три человека из семьи, а это четвертый членик маленький. Маленький член семьи. Ну, получается, это ты, рыжая? Я вот этот вот цвет белый. Ну, не белый, немножко такой, да. Белый это коля, и тут такие, знаешь, маленькие серые шерстинки есть. Это она. Это твое личное, да? Вау, смотри, как она спит. Ну, ты смотри, как ты... Ну, свои звуки. Скрипит. Скрипка. Она, типа, не трогай, я сплю. Весь тебя ласкает. Ну, и, знаешь, как ты ее, это, к себе расположила. Да, сначала... Здесь только час. Ну, сначала она тебя шипеть даже пробовала, а сейчас... Даня, она тебе руку разодрала. Ну, что, Даня? Да, это здесь еще. А, и руку... И тут разодрала. Расположила к себе. Разрешила поцарапать. У меня таких нету царапун. Ну, а мне палтус чуть глаз не выдривает. Это еще... Это еще цветочки. Ну, как я стояла в зале. Ночью я люблю посидеть в зале, там что-то поделать. А у нас еще кот тогда, палтус же этот был. Ну. Короче, я жду, слышу какое-то шипение за дверью. Понимаю, что это палтус. Я уже ору на весь дом. Когда я, короче, немножечко выглядываю за дверь, он мне прыгает прямо в лицо. Ну, он такой у вас был прыгучий. Понимаешь, как он на меня покидался? Да. Ну, он со своим характером был. Короче, я начинаю звать маму. А, да, он тебя драл постоянно. Уже на тебя охотился, он тебя драл. Почему-то он тебя жертвой выбрал. В итоге он мне поцарапал лицо. Слава богу, не глаз. Значит, за свои 11 лет я в больнице побывала два раза. Ну, все равно ты его любила и жалела. Я открываю ей глаза немного, а она все равно закрывается. Если котенок хочет спать, это бесполезно. Он будет спать, и ей будет все равно. Спи, детка. Спи, детка. Я разбудилась, вы пришли, я тут знакомилась, разбудилась, поиграла, и теперь буду в спаточке. Смотри. Она сначала видишь на тебя, и на маму такая шипеть пыталась, а потом раз, поняла, что вы не опасная. Смотри, я когда я вот так вот немножечко отодвигаю нижнюю губу, она засыпает. Почему? Ты такая миленькая, такая хорошенькая. Слушай, она у тебя правда, раз и засыпает. Если я беру, она начинает у меня играть, там с ума сходить, а у тебя прыгает, и все. Она с сонными глазами, с вот этим. Ты мне нужна, нет? Нет. Она, я отвечаю, у нее мама кошка, она ко мне лезет. Мама Дуни, это идея. Она не спать, она ко мне привыкла. Лежи, мама Дуни теплая, иди туда с ней. Все, ты для нее игрушка, а я для нее. Подушка. Нет, не подушка, я для нее кровать. Плюшка. Плюшка, Дуни, что надо подстригаться, правда, тебе надо, что волосы у тебя есть, даже чизненькие. А когда у тебя... Они у меня буквально, знаешь, они у меня в апреле еще, они у меня были где-то по плечи. Сейчас вот эти по плечи, они выросли. Ну вот это вот. И кончики секутся. Надо убираться. Я либо под коре и крашусь, либо я секу кончики и крашусь. Коре и крашусь. Ну да, потому что Юль у нас всегда жаркий, плюс еще Минск. А в Минске там... Кота? Смотри. Просто можешь мне не завидовать. Иди сюда. А еще завидовать мне надо, но завидовать надо. Не завидовать? Мы обмениваемся фотографиями. Мама мне гладит, а я ей кота. И нам не нужен третий лишний. Ты с повязки? Пускай, пускай, пускай. А ну, покажи свою повязку. Таняш. Там необычная. У меня вот такая черная. Не, на, вот это вот нормально? Я тебе сейчас покажу, видела, как она играла с моим носком. Да, успела. Да, я просто же надевала носки. Тупо как я надевала носки. А ты сейчас в носках лежишь? Ты с печкой, с носками. Ты мне там все подушки забрала? На свою сторону. Мы решили спать валетом, вальтом. Потому что Коля спит, у меня там места мало, Дуньке вообще там не вместится. Она сама пришла и легла. Она, видишь, она выспалась, сейчас играть будет. Ты каждую ночь в этой повязке спишь? М? Неха. Попергушка. Да.